Человечество достигло многого в науке, но некоторые вопросы остаются без ответа. В этом видео 5 загадок, над которыми ученые все еще ломают головы. Загадка номер один. Зачем мы спим? С первого взгляда ответ очевиден, чтобы отдохнуть. Но если копнуть глубже, становится понятно, что мы не до конца понимаем, почему эволюция вообще допустила сон. Подумайте, во сне мы беззащитны, не можем защищаться, не добываем пищу, не размножаемся. Это эволюционно уязвимое состояние. Тогда почему сон не исчез за миллионы лет естественного отбора? Ученые знают, что во время сна восстанавливаются когнитивные функции, укрепляется память, формируются эмоции. Некоторые фазы сна помогают нам обрабатывать травмы, другие стабилизируют иммунитет. Но все это вторичные объяснения. Мозг нуждается в отдыхе. А почему он не может перезагружаться в активном состоянии, как это делают другие органы? Почему нельзя просто снизить активность, а не полностью отключаться на 7-8 часов? Более того, все животные спят. Даже рыбы, дельфины, пауки и мухи. Некоторые буквально на ходу, как птицы в полете. Но никто не может объяснить, зачем. Самое странное, даже одноклеточные организмы, у которых нет мозга, имеют периоды активности и отдыха. Так, возможно, сон – это не просто функция мозга. Может, это фундаментальное свойство самой жизни. Загадка номер два. Что такое темная материя? Мы видим звезды, галактики, планеты, но все это лишь верхушка айсберга. По расчетам ученых, вся видимая материя во Вселенной – это всего около 5% от ее общей массы. Оставшиеся 95% – это темная материя и темная энергия. Мы не можем их увидеть. Мы не можем их пощупать. Они не испускают и не отражают свет. Но мы уверены, что они существуют. Почему? Потому что галактики вращаются слишком быстро. И если бы в них была только обычная материя, они бы развалились. Это значит, что есть нечто невидимое, что удерживает все вместе. Ученые называют это темной материей. Но что это за субстанция? Из чего она состоит? Почему мы ее не находим? Самые чувствительные детекторы, установленные под землей, в горах, в шахтах и даже в космосе – все они молчат. Есть десятки гипотез. От гипотетических частиц, которые почти не взаимодействуют с материей, до идей о том, что мы вообще неверно понимаем гравитацию. А может мы просто смотрим не туда? Что такое сознание? Кажется, ответ очевиден. Это то, чем ты сейчас воспринимаешь этот ролик. То, что чувствует, думает и осознает себя. Но если задуматься глубже, мы сразу упираемся в стену. Нейроны посылают сигналы. Электрические импульсы бегают по мозгу. Это можно измерить, записать, даже частично расшифровать. Но где в этом всем чувство «я»? Почему при одних и тех же импульсах может возникать радость, боль, вдохновение или страх? Мы знаем, какие зоны мозга активны, когда человек злится или мечтает. Но почему возникает само переживание? Почему вообще есть внутренний мир, а не просто реакция на раздражители? Ученые называют это трудной проблемой сознания. Мы можем построить ИИ, который распознает лица, пишет тексты и играет в шахматы. Но у него нет сознания. Он не знает, что он существует. Мозг – это физический объект. Сознание – это субъективный опыт. Как одно рождает другое? Некоторые ученые предполагают, что сознание – это не продукт мозга, а фундаментальное свойство Вселенной, как гравитация или пространство. Если это правда, то мы понимаем о себе намного меньше, чем привыкли думать. Загадка номер четыре. Почему время движется только вперед? Мы рождаемся, взрослеем, стареем. Лед тает, чашки разбиваются. И ни то, ни другое не возвращается назад. Но с точки зрения физических законов, почти ничего не мешает событиям идти в обратном порядке. Все упирается в энтропию меру беспорядка. Представьте, вы убрали в комнате. Все аккуратно. Но стоит чуть отвлечься, и порядок начинает исчезать. Чтобы вернуть его, нужно приложить усилия. Это и есть энтропия, она всегда растет. И именно этот рост подсказывает, где у Вселенной вперед. Но есть и другая гипотеза. Некоторые физики считают, что прошлое, настоящее и будущее уже существуют, как весь фильм, записанный на пленку. А мы лишь движемся по этой пленке, кадр за кадром, переживая иллюзию течения времени. Тогда вопрос в другом. Почему мы чувствуем только настоящий момент? Почему именно этот кадр, именно сейчас? Может время это не поток, а просто координата? Как широта или высота? И тогда Вселенная не движется, а просто есть. Мы стоим перед тайной, которую пока не можем расшифровать. Но это только одна из загадок. Загадка номер пять. Как возникла жизнь на Земле? Мы живем на планете, где жизнь окружает нас повсюду. Но если отмотать время назад, то однажды мы упремся в момент, когда ее не было вовсе. Ученые называют этот момент а биогенезом, переходом от неживой материи к живой. Но как именно он произошел, остается загадкой. Популярная теория предполагает, что жизнь зародилась в древних океанах, в так называемом первичном бульоне, смеси органических молекул, нагреваемой вулканами и освещаемой молниями. Со временем эти молекулы начали объединяться в более сложные структуры, и в какой-то момент появилась первая самовоспроизводящаяся клетка. Другие гипотезы еще более смелые. Возможно, жизнь пришла к нам из космоса на метеоритах, несущих органические соединения. Или же она возникла в условиях, которые мы пока даже не можем представить. Самое удивительное, мы пока не знаем, насколько редким является это явление. Если жизнь зарождается легко, то во Вселенной могут быть миллиарды миров, где тоже плещется океан, а в нем свои странные существа. Но если для ее возникновения нужны почти невозможные совпадения, то мы можем оказаться единственными живыми существами во всей бесконечной космической пустоте. А значит, ответ на вопрос о происхождении жизни это не просто любопытство, а ключ к пониманию нашего места во Вселенной.